смотрите друзья небольшое такое но очень важное предупреждение состоящие из двух коротких частей и снова и снова подтверждающие нам что как господь помните вы со и сказал и это не просто такое знаете как констатация факта ну да да господи твои мысли выше чем наши нет господь говорит я бы хотел чтобы вы начали думать как я так вот одна из таких вот как бы сфер где то как думаем мы это как думает бог но это огромная разница и это касается страхов это касается того чего нужно опасаться чего не нужно опасаться и вот по примеру того да что что мы переживаем сейчас в этом мире главная схема и главная нить за которую система этого мира кухловод этого мира безбожные правители дергают людей это страх однозначно да так что будет завтра как ты будешь кормить детей как ты будешь жить вообще а что если тебя убьют и так далее да страх смерти это жуткий страх и удивительно но господь обращаясь своим людям и к своей церкви он как будто бы игнорирует это они давать но он он им говорит это все будет и ученики говорят ну ты вообще господь как при всем этом и он им говорит в этом всем но вы уезжаетесь потому что я победил мир но и вот тут он говорит важные вещи которые как бы нелогичны для этих для учеников и для многих из нас сейчас он говорит не бойтесь этого или для внимания очень серьезный момент почему не бойтесь потому что каким бы ни было притеснения гонения катаклизм от давления все это господь говорит чем ближе в этом всем ты ко мне чем ты лишен зависимости от этого мира и от себя самого тем более ты подвластен мне грубо говоря ты входишь в сферу действия моих законов а я предусмотрел силу помазание сверхъестественную способность для тебя даже в этом теле пройти через это все и пример конечно же печь сидрака мисага винах даже из печи он их высвободил понимаете то есть он говорит для моих людей то что этот мир а преподносит самых жесточайших красках господь говорит не бойтесь этого вам нечего бояться потому что опять же до выходя из системы этого мира как бы не подчиняясь этому а подчиняясь наоборот мне и противостоя этому страху на удивление и шок конечно же всех окружающих но вы полностью а облокачиваетесь на меня и на мои руки а мои руки вас проведут поняли да то есть почему не бояться потому что чем жестче ситуация в этом мире тем мы становимся более зависимы от него вот это нищенство духом даже я тотально зависим от него и это переводит меня вот в эту желанную сферу сверхъестественного о котором мы всегда мечтали но которую в которую никак не мой не могли попасть а теперь получается этот мир делает нам услугу понимаете он он выдавливает нас и если мы только не подчинимся этому когда мы окажемся прямо в руках божьих аллилуйя в этом летели вдруг или прославленном теле как это было со стефаном но в любом случае это никак не повредила стефану и и и и его призванию понимаете теперь так а что же тогда господь предупреждает потому что он не просто говорит не бойтесь вот этого и все нет есть вещи которые в его понимании для нас являются теми которых нам надо опасаться что это это ожесточение сердца говорит бойтесь того кто душу может вернуть гиену как что значит потерять душу потерять душу это значит потерять связь с богом выйти из-под его влияния в моей жизни выйти из этого а кровного завета через веру в иисуса христа и непрестанное хождение в духе святом статусе божьего ребенка господь говорит этого бойтесь этого опасайтесь чтобы у вас никто не прельстил чтобы ваши сердца не были отягощены и ожесточены потому что когда человек ожесточает свое сердце когда он живет по плоти опять же привязанный к системе этого мира страхи и угождая только своим похотям рано или поздно у этого человека может настать точка невозврата когда он даже не заметит но он выйдет из под завета и под покрова бога из отношений с ним вот помните господь говорил да что те которые познали мою благодать и отпали от нее вот это отпадение этого бойтесь господь говорит этого бойтесь почему потому что когда человек отпадает от бога бог но если так можно сказать его законы бессильны это человек просто вне действия законов бога его слова его покрова и его духа он выходит из а этой этого измерения духа святого он становится недосягаемый до него и таком образом он может потерять свою душу поэтому дорогие все очень серьезно и в глазах божьих она наоборот то к чему церковь сегодня наоборот находится в страхе и всю свою жизнь кидает на то чтобы остановить эти возможные войны пандемии добиться справедливости и так далее чтобы только до нее не лишили комфорта чтобы только не было вот этого всего да что приносит войны там разрушение пандемии она кидается вот в эти сражения войны боясь опять же да боясь но в то же время многие люди верующие люди они не уделяют должного внимания тому предупреждения которое господь дал им относительно собственных душ относительно состояния их сердец и это очень опасная ситуация поэтому дорогие давайте проверим сегодня наши сердца наше состояние и сверимся с нашим господом синхронизируем наше понимание вещей с господом не бояться того чего не нужно бояться но опасаться и быть внимательным относительно того о чем господь предупреждает нас это все именно об этом времени и она с вами аминь